МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В студии Евгений Касьянов в программе «Давайте разберемся». Вот сейчас заканчивается уже сентябрь, и к этому сроку за байкальцем была обещана газификация 13 тысяч домохозяйств. И по уверению нашего всенародно избранного губернатора, правда, эти уверения были до той процедуры, которая у нас называется выборами, к 28-му году вот эта локальная сеть из 13 тысяч домохозяйств, станции регазификации, ну, самого газопровода и так далее, вот в 28-м году эту локальную сеть должны были подключить, по уверению, еще раз говорю, Александра Михайловича Осипова, должны были подключить к магистральной сети газопровода, которая должна была пройти, вот, Сила Сибирь-2 называется, от Ямала на Китай через Монголию, и вот от ветки от этой планировали запитать эту локальную сеть в 28-м году. На вот эту сеть выделено более 9 миллиардов рублей для того, чтобы осуществить вот эти виды работ. Вот, но, тем не менее, деньги-то выделены, а вот как-то сама газификация, она не только не задалась, но закончилась по большому счету провалом. Газификатором в Забайкале была определена восточно-арктическая нефтегазовая компания, господин Неверов основной, консессионер, ну, и его дочерная фирма Аврора Газ. Ну, Аврора – это богиня утра у римлян, вот такая богиня у нас должна была прийти для газификации. Ну, что ж, давайте разберемся, почему состоялось то, что у нас состоялось, или, наоборот, не состоялось. Ну, первый момент. То, что касается обещаний нашего всенародно избранного губернатора подключения к магистральной сети газопровода к «Силе Сибири-2». Сейчас совершенно определенно можно сказать, что этой «Силе Сибири-2», ну, ближайшие 10-15 лет ее появления нам явно не грозит, так что подключать эту локальную газификацию, локальную сеть, будет не к чему. Ну, а вот второй момент. А что же с этой вот локальной сетью с 13 тысячами домохозяйств? Сроки концессии уже перенесены, ну, кто бы сомневался в этом. Хотя вот в правительстве края опять-таки до той процедуры, которая именуется выборами, раздавались песни от тысячи договоров, заключенных на осуществление этой газификации. Но, как в известной поговорке говорится, обещать не значит жениться. Зампредседателя правительства края Алексей Гончаров клялся буквально, что вот в сентябре этого года будут подключены первые, первые 400 домохозяйств. Ну, правда, это тоже было до выборов. Куда при этом подевались остальные 12 тысяч 600 вторых домохозяйств, ну, это неведомо. Заслуженный консессионер Забайкарского края господин Неверов задержан и находится в СИЗО в Хабаровске по подозрению в совершении уголовного преступления. Ну, равно как и его бизнес-партнеры находятся тоже в местах не столь отдаленных. Восточно-Арктическая нефтегазовая компания, теперь уже говоря о подключении 300 первых домохозяйств, опять-таки, где вторые будут и сколько их будет, неизвестно. Но уже где-то к концу октября, а то, может, то не будут, то подключат, то не подключат. Ну, то есть вот история такова. Оказывается, госэкспертизы еще не было, того не было, сего не было, ну и так далее. А, собственно говоря, подключать-то к нечему, потому что станция регазификации еще не готова, а пробирование газопровода это не было, а это на минуточку, это система жизнеобеспечения, это тепло. Собственно, газопровод-то и строился для того, чтобы подать тепло в домохозяйство. Газа нет, контрактов на газ нет, цена газа неизвестна до сей поры. Значит, и нету эксплуатанта, нету той компании, той организации, которая будет осуществлять эксплуатацию этого газопровода, но отвечать за его функционирование. Там и должна быть и аварийная служба, ну и так дальше. Всего этого ничего нет. У нас, правда, вот в октябре, когда восточно-арктическое, очень характерное название, компания собралась подключать вот эти 300 домохозяйств, у нас уже, вообще говоря, несколько прохладно. И что людям, вот сейчас этим первоподключенцам делают? Покупать дрова, уголь? Дальше что будет с этим происходить? Совершенно непонятно. Но и ведь это далеко еще не все. Следом за господином Неверовым в СИЗО отправился Эльдар Осинцев, новый генеральный директор вот этой восточной арктической компании. Еще три должностных лица этой компании, почему руководящих должностных лицах, которые обвиняются, обвиняются и подозрения в совершении ряда других уголовных преступлений. Но ведь и это еще не все. Субподрядчиком строительства вот этой локальной сети выступило общество с ограниченной ответственностью. Ну, кстати, скажу, очень ограниченной ответственностью. Называется оно АКМ, это общество. Вот эта организация была создана в 22-м году, ну, видимо, специально под газификацию, которая на момент создания имела штатную численность, ну, вы уже догадались, в одного человека, это у Неверово так принято. И из 29 видов деятельности, перечисленных в уставе этой уважаемой компании, значится такое. Строительство железных дорог, железных дорог и метро. Вот метро, это особенно актуально для Читы, которая, господин Москов, превращается в Париж. На сегодняшний момент генеральный директор этой компании и бухгалтер вот этой метростроительной фирмы задержаны под подозрением в мошенничестве в особо крупном размере. Так что, как говорится, с газом вас, товарищи. Тут буквально недавно на тему газификации возбудились в законодательном собрании края. Ну, не на тему ответственности, не на тему того, что давайте разберемся, а что, собственно, там происходит, что с газификацией-то в Забайкале делается. Не-не-не. Зак собрания решило внести свою лепту в газификацию, поставить, так сказать, плечом. А именно, делать следующее, проработать вопрос о том, чтобы газификаторы без аукциона им предоставлялись месторождения, внимание, песка и извести. Аплодисменты в студии. Мне, как математику, трудно подсчитать, сколько извести, может, вам это известно, уходит на один километр газопровода. А вот в Зак собрании уверены, что это, я цитирую, дословно цитирую, это также может помочь при прокладке магистральных нефтепроводов и газопроводов. Забайкале магистральные нефтепроводы и газопроводы. Ну, вообще-то я вот сюда же бы добавил строительство международного космодрома, ну, для песка и извести, атомной станции и также международной территории опережающего развития. Ну, масштабнее надо смотреть на все эти вещи. Ну, вот ведь какой вопрос. Газификатор это газификатором. Но как за все вот это будут отвечать те, кто подписывал договоры концессии? Они какую ответственность будут нести? И я думаю, что эта ответственность должна быть не только моральной. Как оказалось, например, что организация, получившая концессию, я еще раз говорю, на сумму свыше 9 миллиардов рублей, не имела необходимого по закону капитала для страхования РИВК. Не имела, не было этих денег у Восточно-Арктического, у Авроры Газа и так далее. Как получилось то, что концессия подписывалась без проектно-сметной документации? Не было ее, не существовало на тот момент. Неизвестно, какой проект, какая сметная стоимость этих работ. Не было приведено изыскание. Посмотрите, что происходило с этой газификацией. Как будем, где будем прокладывать газопровод, а будем рыть, как говорится, от забора и до обеда. Вот куда придется, да и будем рыть. Извините. Но на проведение любых работ земляных в черте города требуется ордер, который фиксируется, и где они будут проходить, и сроки закрытия этого ордера. Наши доблестные газификаторы в ряде населенных пунктов города разворотили улицы, которые некоторые не проведены в надлежащее состояние до сих пор. Порвали кабели, электрические кабели. Изысканий-то не было. Ну что, копаем от забора и до обеда все это дело. Очень хорошо, очень удобно. Далее повреждены были кабели интернет-связи, ну и так дальше. Вот так это проходило у нас. Вопрос об ответственности тех, кто за это отвечает от города, от края, кто контролировал строительство, он до сих пор не решен. И эти люди должны, я еще раз подчеркиваю, понести не только моральную ответственность. Но вот правда вопрос об ответственности недавно как-то вот ярко проявил наш известный забайкальский общественный и политический деятель Евгений Витальевич Юрилов. Он сформулировал это таким образом. За все должна отвечать Единая Россия. Ну, в общем-то, это и, наверное, так. Она должна отвечать за парк угольщиков, за то позорище, в которое Осипов и Щеглова превратили улицу в Новобульварную. Ну, натуральное позорище ведь. За недостроенную по концессии за 2 миллиарда рублей школу будущего в Каштаке. За блестящий проходящий отопительный сезон у нас. За самый высокий в Российской Федерации рост тарифов на ЖКХ. За самый высокий темп инфляции в Российской Федерации, который имеет место быть в Забайкальском крае. Ну, и вот за эту выдающуюся газификацию надо бы ответить. Вот об этом наша передача. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова